В 300 тысяч тенге оценили появление нового человека на свет в Павлодарском родильном доме. Причем врачи заявили, что все по официальному прескуранту. Требования по плате предъявили репатрианту из Китая, который из-за бюрократических проволочек не смог вовремя оформить казахстанское гражданство. У казашки с китайским паспортом Нургуль Абайхан большая радость. Родился четвертый малыш. Ему нет еще недели. И имя ему не выбрали, а он уже в центре скандала. В роддоме с нее требуют за роды 300 тысяч тенге, как с иностранки. Но таких денег в семье нет. Сказали, будешь платить. Ты не уралман, а иностранный гражданин. У меня такой возможности нет. Оказалось, между Казахстаном и Китайской народной республикой нет медицинского соглашения. Мать с ребенком из родильного дома пока не выгоняют. Но письмо в посольство писать собираются. Возможности получения экстренной помощи в полном объеме в момент поступления. Но каждая помощь должна быть оплачена за их средства или за средства работодателей, или по страхованию. То есть из любых средств нас это не очень, конечно, интересует. Глава семьи, отец малыша Бакатбек Алибекула оставил в селе троих старших детей и приехал в областной центр. Он обивает пороги чиновников и пытается доказать, что не успел получить гражданство по объективным причинам. Оформить его он должен был по приезду в течение 2012 года. Но уже на следующий год законодательство поменялось. Теперь для его получения надо было прожить не менее четырех лет. При этом у большинства репатриантов по сей день нет ни жилья, ни постоянной работы. В прошлом году правила вновь изменились. Согласно им, заехавшие в Казахстан в 2011 и 2012 годах потеряли статус репатриантов. В медицинском учреждении мне говорят, плати деньги, я обратился в миграционную полицию. Мне сказали, что вы сейчас не репатриант, потому что этот статус потерял силу. А когда мы переехали, нам никто ничего не говорил. Только в Павлодарской области в такой же ситуации 140 семей. Это 334 человека. И в случае необходимости несостоявшиеся казахстанцы получить медицинскую помощь не смогут. А с репатриантами из Китая и вовсе замкнутый круг. Необходимые справки для оформления казахстанского гражданства Поднебесной им не дают. Китайская Народная Республика не выписывает из гражданства самостоятельно. Для того, чтобы получить гражданство Республики Казахстан, ему необходимо было на тот момент принести справку о выходе из гражданства той страны, где он был. А на тот момент у него не было такой возможности. Потом, когда убрали этот пункт из закона о гражданстве, они не успели. Репатрианты очень просят разобраться с законотворческой коллизией. В Казахстане все эти годы они живут на птичьих правах, без социальной поддержки и медицинского обслуживания. Единственный выход – это вернуться назад, на чужбину. Алияла Мухамбетова, Тимур Эд Мухамбетов, Информбюро, Павлодар.